Добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Мы продолжаем нашу серию, уже много лет тянущуюся серию эфиров про архитектуру. И у нас сегодня в гостях наш давний знакомый, не раз уже бывавший в этой студии, архитектор Сергей Скуратов. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Сергей. Что я хотел бы сегодня обсудить? Ну, такую тему, если её широко поставить, когда художник и толпа. Архитектор и народ. Кто понимает, кто любит и кому нужна современная архитектура? Вот я с чего хочу начать. У меня перед глазами лежит диплом, который свидетельствует, что был конкурс, проводился в 2012 году. Десять самых известных, самых лучших башен в мире, проводившихся в международном жюри. И в этом списке пятое место занял ваш небоскрёб на Мосфильмовской улице. И посмотрите, с одной стороны такое удивительное международное признание, с которым я вас поздравляю. С другой стороны, вы прекрасно помните, какие разнотолки вызывал этот небоскрёб, какие были проблемы с мэром Лужковым. Да и сегодня часто я от людей слышу совершенно разных, при том, что самому мне очень нравится, что вот, так сказать, воткнули в ландшафт этот небоскрёб. И я хочу понять, собственно, кто является ценителем, кто является заказчиком архитектуры. Должна ли людям нравиться современная архитектура? Вот такой вопрос. Так что, начиная с вашего небоскрёба, как вы относитесь ко всем тем, собственно, разговорам, которые он вызвал в своё время? Ну, во-первых, я к ним отношусь. Я имею в виду, что что-то я читаю, что-то я не читаю. Не хочется рассказывать банальную историю про Эйфлеву Башню, которую, по-моему, знает даже школьник. Тем не менее, не хочется цитировать пушкинские строки. Про поэта, да? И про проэта, и про поэта, и про пророка, и всё что угодно. Хочется сказать только одно, что архитектор работает в определённом пространстве. В определённом культурном, этническом, социальном, рубанистическом временном пространстве. И поэтому понять, что он сделал, может помочь только время. Потому что, ну, как сказать точно? Нет, ну, я думаю, здесь достаточно понятно, что масштаб творения архитектора, в отличие, скажем, часто и от музыкального произведения, и от художественного, которое очевидно, он становится ясен там спустя десятилетия. Да, я согласен. Но архитектор, в отличие, предположим, от политика, от лица, у которого есть постоянные средства массовой информации, не может всем и вся объяснять про своё здание что-то важное, чтобы все его поняли. Тем более, ещё очень важное обстоятельство, об архитектуре люди в основном судят по тем публикациям, которые в основном принадлежат журналистам. И в России так повелось, что очень многие журналисты, они просто, иногда просто обливаются слезами над собственным вымыслом. И небоскрёб мой, тоже просто не исключение. Вот совершенно замечательно, кстати, кстати, о журналистах. Вот, буквально сегодня была потрясающая статья в «Коммерсанте», мне очень понравилась, статья о конкурсах. Серьёзное исследование, с должным образом рассказанное там о прошлом, о нынешней ситуации. В сети интервью у участников процесса, там, Кузнецов, Снулин, Боков, АС. Конкурсы правительства Москвы. Да, те конкурсы, которые проводятся. Да, там ещё ряд людей, там у меня в том числе интервью по телефону. Очень серьёзная, хорошая статья, в которой фактология. А ведь у нас, вот, например, по поводу того же небоскрёба, не буду говорить фамилии, но вот там была одна, и тоже, допустим, в «Коммерсанте» одна публикация известная там. Очень уважаемого человека, который там писал, что мой небоскрёб весь состоит из зарогущего камня, которого в Москве там дефицит. Но я должен сказать, что никакого камня на фасадах в этом здании нет. Ну да. И он пишет о том, что премию вот эту присудили инженерам, конструкторам. Премия присуждена за архитектуру. Поэтому, господа журналисты, когда вы что-то пишете, звоните архитекторам, спрашивайте их мнение, спрашивайте подробно, как бы узнавайте то, о чём вы пишете. Потому что у нас в стране очень многие журналисты пишут, в общем, сами того не знают что. Поэтому, конечно, очень многое по поводу того, чего возмущается толпа. Ну понятно, оно происходит в пространстве масс-медиа, и люди это обсуждают. А те люди, которые постоянно пишут и которые должны писать на эту тему, они как-то предпочитают отмалчивать. Хорошо. Тогда вот такой вопрос, это уже не к журналистам будет вопрос, а к экспертам и к вам. Я читаю ваше интервью нашему, в общем, знакомому Григорию Ревзину в 2008 году, где вы говорите, что у нас нет никакой хорошей архитектуры, обозревая период последних 10-15 лет. В принципе, мне кажется, что вы здесь выражаете такое достаточно устоявшееся экспертное мнение. Это изменилось за последние пять лет? Вы знаете, что, когда я говорю, что в мире очень мало хорошей архитектуры, это такая нормальная практика. Потому что, если взять период последних 10 лет, то за 10 лет в мире действительно построено очень мало хорошей архитектуры. Процент ее где-то в районе 5-10, а то может быть даже и меньше от всего того, что строится. А почему так? В чем причина? Ну, это нормальная практика, потому что талантливых людей действительно примерно 5, может быть даже меньше процентов среди населения. Кроме того, архитектура – это очень сложная профессия, в ней одного таланта архитектора недостаточно. Должно быть еще масса всяких других обстоятельств, которые помогают зданию в этом месте стать действительно каким-то там памятником архитектуры или действительно каким-то общепризнанным явлением. Это и общественное признание необходимости в этом месте что-то построить. Это и какой-то грамотно проведенный конкурс, который получил общественный резонанс, признание и поддержку. Это абсолютно прозрачность всех тех процедур, которые были на пути. Это достаточно понятный и всеми принятый сообществом некий бюджет этого строительства. И архитектура как соединение и функциональности, и инновационности, и конструктивной какой-то новизны, и те материалы решений, фасадные решения – все это является определенным прорывом. Таких занятий действительно мало. Вы знаете, то, что Вы сейчас назвали, эти вещи – прозрачный бюджет, прозрачные конкурсы, вменяемое управление – вот этого, по-моему, всего катастрофически не хватало у нас последние 20 лет. Вот то, что происходило в московской архитектуре, в частности в Лужковский период – это все в основном плохая архитектура. Я бы сначала все-таки возразил Вам по поводу последних 20 лет, насчет прозрачности. По-моему, прозрачности не было давно. Очень давно. Ну, я имею в виду то, что построено, потому что это за последние 20 лет очень, ну, как бы эти годы-годы рынка. То, что более-менее на виду. Вот те вещи, которые говорят, вот понастроили, ну, где она, хорошая современная архитектура. Хорошая современная архитектура за последние 20 лет в России построена немного, но она построена. Это, если говорить, там, предположим, о жилье, да, то это десятки, может быть, даже чуть больше, там, несколько десятков тысяч квадратных метров очень хорошего жилья. Это какое-то небольшое количество квадратных метров офисных площадей. Это, к сожалению, очень маленькое количество посадочных мест в театрах. Еще меньшее количество квадратных метров музейных площадей. То есть, проблема с общественными пространствами. Это проблема типологическая. Потому что за это время построено очень большое количество красивых частных особняков. Да? Но общество это в последнюю степень интересует. Правда? Ну, здесь, да, у нас вообще произошла такая атомизация, или если люди готовы вкладываться, то именно в такое создание своего собственного пространства. Но, тем не менее, если мы посмотрим историю современной архитектуры, ну, предположим, в последний век, да, то истории этой архитектуры украшают потрясающие особняки. Начиная, допустим, с Райта. Это все частные особняки. И при капитализме, а Россия вступила в капитализм, условно, максимум 18 лет назад, тоже было построено какое-то количество очень красивых особняков. Не говоря, в каком они стиле построены. Это уже, в общем, дело хозяина. Какой стиль себе избрать там? Модернизм, неоклассику, эклектику там, или там какую-нибудь там архитектурную бионику и так далее. Не важно. Но, тем не менее, такие примеры есть, я о них знаю. Они, в общем, малоизвестны, потому что люди, как правило, не публикуют такие вещи. Ну, в общем, как-то стараются. Ну, стиль, Сергей, вопрос у вас стиль. То, что заказывал наш заказчик, в том числе и для частного строительства, для особняков, для коттеджей. То есть, в основном-то люди хотели, как я понимаю, классику с колоннами, с ордером. Ну, во-первых, не классику, а неоклассику. Ну, да, неоклассику, так я такое назову. Я читал, извините, расширю, 85% британцев спросили, они тоже хотели бы себе построить что-то вот такое неоклассическое. Ну, такое направление всегда существовало, оно существовало во все века, там. 20-й и 21-й век не являются исключением. Люди, часть людей хотят жить вот в таких пространствах, в таких зданиях, которые олицетворяют вот величие прошлых веков, любовь к Италии, к Франции, Греции, к чему угодно, там, к Старой Англии. Она неистребима в людях, и люди, понятие комфорта, большинство, ну, не большинство, а какая-то часть людей в каждом обществе по-разному, она себя вот отождествляет вот с таким стилем, с такими пространствами. Но, тем не менее, при этом ездят они, конечно, не в каретах, а ездят в самых современных автомобилях, одеваются как самые современные люди. Я читал в одном из ваших интервью, что когда к вам приходят люди и говорят, что, так сказать, сделайте медом с колоннами и львами, вы им предлагаете сесть в карету, надеть комфорту, воспользоваться не ватер-клозетом, а туалетом на улице. Ну, это так, в качестве, да, такого легкого отрезвления. Но, тем не менее, нет, ну... Вам это никогда не было интересно? Мне нет, никогда не было. Это интересно, хотя, в общем, я понимаю, как это сделать. Но это абсолютно понятная конструкция пространства. Это для меня абсолютно понятная модель декорирования. Это не является сложной какой-то задачей. Не является. Там просто всё зависит от того, у тебя хороший вкус или очень хороший, или плохой, да, то есть вот успех в этой ситуации. Но это повторение пройденного. Для меня, как для архитектора, это неинтересно. А вообще в этой сфере происходят какие-то архитектурные события? Присуждаются премии вот чему-то, построенному в неоклассике? Как кто-то из крупных мировых архитекторов в этом работает? Вероятно, вероятно, да. И наверняка даже. Но я просто как-то не очень этим интересуюсь. У нас, как я понимаю, помпейский дом Филиппова обсуждали. Такая, это как пародия такая, что ли? Или это всерьёз воспроизводится? Помпейский дом – это Белов. А, извините, Белова, да. Помпейский дом – Белова. Филиппова – это дом в казачьем переулке. Вот такие вещи, они являются, по-вашему, новым словом? Или это всё-таки некий такой разогретый продукт, профессиональный, исполненный с интересными новыми инженерными решениями? Но, вот скажем, вам такое никогда не было бы интересно. Ну, вы знаете что? Ну, как-то очень сложно эту тему обсуждать. Потому что Миша Белов очень талантливый архитектор, который работал в разных стилях. И он работал там и в модернизме, и в неомодернизме, и в постконструктивизме. Вот прекрасно работает в стиле такой вот немножко ироничной такой эклектики. Но ему это нравится, он считает так возможным. Он пытается каждый раз что-то привнести в проект, что-то новое, немножко ироничное, и так далее, и так далее. Там Помпейский дом или там Имперский дом. В этом доме очень много иронии на тему хозяев мира сего, и газа, и нефти. Ну, да, тут в достаточной степени такие... И постмодернистские проекты. Ну, это постмодернистские, конечно, да. Но это разные жанры, кому-то это нравится, заказчику это нравится, архитектору это нравится. Ну, и бог с ним, ну, как бы, и флаг им в руки. Продолжим. Ну, просто каждый про свое. Понятно. Мы продолжим наш разговор с архитектором Сергеем Скуратовым после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня с архитектором Сергеем Скуратовым. Тема нашего разговора – архитектура, художник, архитектор и народ. Должен ли художник слушать вкусы народа, такие общепринятые вкусы, в том, чтобы воплощать их в своих... в камне, в стекле, в металле. Скажите, Сергей, а вот лужковский стиль по-вашему, вообще он существовал, такая вещь, как лужковский стиль? Как некая законченная эпоха такая, которая продолжалась примерно лет 15. Ну, я думаю, что Юрий Михайлович не знал о существовании такого стиля. Сейчас, по факту, мы можем сказать. Лужковский стиль придумали журналисты. Потому что... Да. Потому что... Ну, можно, конечно, с большой натяжкой взять какое-то количество зданий, построенных там, условно говоря, вопреки каким-то там правилам и принципам, да, присвоив им определенные параметры, объединить в какое-то общее направление, назвав это лужковский стиль. Но... Исторически вся архитектура, которая была построена в это время, да, она может быть названа лужковской архитектурой, потому что она была создана при мэрии Лужкови. Но это была разная архитектура. Она делалась в разных местах, при разных обстоятельствах, при разном воздействии власти на решение тех или иных вопросов. Там иногда абсолютно с полным безучастием. Потому что хочется вспомнить, например, выставку в Берлине, которую называлась «Другая Москва», на которой Лужков случайно оказался, там не должен был оказаться, и вместе с Кузьминым, тогдашним главным архитектором, они ходили по этой выставке, и Лужков так смотрел на Кузьмина и все время взял вопрос. Это где? Это в Москве? Это что? Это у нас? Это у меня? И так далее. В общем... То есть это такие дома в переулках? Да, да. Это был тот самый период. Тот самый период. Нет, это были очень знаковые дома, очень известные. Потом они, в общем, все прозвучали, и многие из них, да почти большинство получили разные архитектурные премии. Какие это дома? Ну, в том числе, там много домов. Там было выставлено, по-моему, десяток архитектурных бюро. Ну, там, Остоженко, Меганом, Марио Бюро, Плоткинская, Киселев Партнеры, Лызлов и так далее. Все выставили там по несколько... Там мы с Остоженкой вообще по 10 домов выставили там. Часть из них была уже построена, часть строилась. Ну, там, в том числе, например, там Коперхаус. Вот, из таких достаточно известных домов. И, в общем, эти все дома были построены, на самом деле, при таком молчаливом, типа, негласном содействии Кузьмина, который там делал вид, что он этого не видел, да, но, тем не менее, значит, давал команды, чтобы это все было согласовано и помогал вот таким вот... Они не определяющие для Лужковского стиля. Нет, они совсем, не совсем. Все эти башенки, все эти крыши, все эти надстройки, все эти гранитные цоколи, вот это все купеческое богатство. Ну, на эту тему тоже очень... Ну, почти все уже высказались, и все критики, и все журналисты уже объяснили причину этого. Даже архитекторы рассказали причину возникновения этого, откуда все это, да. То есть, это понятно, что, в общем, это абсолютно авторитарное сознание Юрия Михайловича и холуйство вокруг этого всего, естественно, да, такое чиновничье холуйство, которое, в общем, не пыталось ему возразить. Я помню, один раз только была какая-то встреча, очень давно, в самом начале его мэрства, была какая-то встреча с архитекторами, и тогда Юрий Михайлович произнес какую-то нелепую, с моей точки зрения, уже тогда какую-то такую фразу, что стиль Москвы – это эклектика, и вообще надо развивать архитектуру Москвы в этом направлении. И я тогда к нему подошел совершенно спокойно, еще никакой охраны, ничего не было абсолютно. Я говорю, Юрий Михайлович, а вот кто вам сказал, что... Вот скажите, кто вам сказал, что вообще это стиль Москвы, что она должна... Он говорит, как кто? Я сам решил так вот, да, я говорю, ну вы же не архитектор, вы же как бы не понимаете. А по-вашему, существует московский стиль какой-то? Это очень сложный вопрос, он скорее все-таки предназначен для историков архитектуры, для историков искусств. Архитектур очень сложный. Вы трое в Москве какими-то интуициями руководствуетесь? Ну... Не только тем местом, да, в которое вы вписываете свое знание, а общим контекстом города. Ну, понимаете, я сам, вот я сам человек, который там 58 лет живу в этом городе, я родился здесь, и учился, и формировался. Я весь насквозь пропитан культурой, историей, традициями этого города. Но я существую не только в контексте Москвы, я существую еще в мировом контексте. Я люблю, знаю, ценю, понимаю, во всяком случае, я так думаю, все то, что делается в мире. Я существую в глобальном пространстве, в европейском, в американском, как вы хотите, в евро-азиатском. И то, что я делаю, это продукт не только местный, да, и, может быть, даже совсем не только местный, но это какой-то сложный продукт, потому что, да, конечно, там и климат, и менталитет, и какие-то особые там географические условия, ну, нормы, да все что угодно. Но это, в общем, нормы в последнюю очередь, потому что это вопрос сугубо профессиональный, но, тем не менее, все это, конечно, влияет на то, что появляется. Но все равно архитектор, как и поэт, он не всегда цепляется за какие-то конкретные поводы, которые природа, место ему подбрасывает. Все равно какая-то существует своя собственная сверхидея. Вы знаете, вот как ни странно, здесь вот Лужков говорит, что эклектика, при том, что я, естественно, стиль Лужкова, так сказать, оцениваю, думаю, как и большинство наших сограждан. Душ, мне кажется, Ревзин по этому поводу сказал, что вот как был прораб, и ему нравилась грузинская чеканка, да, и вот, так сказать, он нашелся ритейли с этой грузинской чеканкой. Вот я сейчас смотрю на храм Христа Спасителя, думаю, боже мой, да, ведь предлагалось же тогда первый проект, белокаменный храм, но тут пришел Лужков с ритейли, и появилась грузинская чеканка. Да, это совсем не архитектурная история. Так что да, оцениваю Лужкова. Тем не менее, мне кажется, что-то такое здесь он сказал, потому что Москва – это эклектика. Потому что я вам скажу, вот здесь не как вы, профессионал-архитектор, а как историк. Москва ведь – это полимпсест. Это текст, который постоянно, каждые 20-50 лет стирается, на его месте строится заново. Что-то. Мои любимые виды, скажем, там, я не знаю, на Покровке вот я люблю смотреть, там, смотришь, там пять веков архитектуры настроено, наслоено. Там и какие-то палаты 17-го века, и дальше там дворцы 18-го века, и классика 19-го века, и сталинские высотки 20-го века торчат, и вдалеке Москва-Сити. Или вот, скажем, там, я не знаю, недавно с высоток на Новом Арбате тоже смотрел в сторону Арбата, тоже смотришь, блин, там и шу, и башня шуховская, и это самое, и здание военного наркомата торчит. И, так сказать, и это ужас, ужас торчит на Красных холмах. Всё в одной перспективе, так сказать, столетия архитектуры вот в одной перспективе. И вот мне кажется, что как раз московский стиль, он такой именно в таком вот весёлом смешении. Смешение. Но весёлая, мне кажется, что термин для архитектуры, конечно, весёлым должен быть архитектор. Архитектура должна быть серьёзная, потому что, ну, пускай она доставляет веселье своей серьёзностью, своей уместностью. Ну да, согласен. Но всё же вот это вот... Да, наслоение разных славиц. К тому, что Москва позволяет, мне кажется, гораздо больше делать архитектору, чем, скажем, Петербург. Есть города с проектом. Несомненно, да. Петербург – город ансамблевый, город, в котором среда задаёт гораздо более жёсткие правила работы в этом городе. Это несомненно. Москва позволяет, ну, во всяком случае, в таком виде, в каком мы её воспринимаем, позволяет какие-то большие вольности, большие отходы от каких-то канонов. Хотя, я бы даже немножко поспорил бы с такой вещью, как высотный регламент. Ну так, поспорил бы просто вот теоретически, потому что понятно, что в каждом конкретном случае рукою архитектора должна водить, наверное, какая-то профессиональная совесть в первую очередь, такая совесть в каком-то таком высокохудожественном, наверное, в каком-то таком смысле. Ни в коем случае, конечно, не жадность заказчика и стремление получить громадное количество квадратных метров. Но, тем не менее, всё равно, если положить в основу всего какие-то исследования, то, наверное, можно предположить, что в каждом конкретном случае может быть своя какая-то высота, своя плотность, свой какой-то образ. И вот какое-то глобальное ограничение по высотам, который, ну, собственно, такой высотный регламент, который пытаются сделать в Москве, вещь, ну, она правильная, она как бы такая защита от дураков и жадных людей. Вот в этом смысле, да, понятно, что любая планка, она ограничивает снизу и срезает верхний слой. То есть мы лишаем себя каких-то уникальных возможностей получить какие-то уникальные решения, к сожалению. И здесь уже сложно, потому что законы пишутся для того, чтобы их соблюдали. Если возникают ситуации, когда можно нарушить по каким-то позициям закон, то в этой ситуации всё равно, ну, как бы общий регламент пишется для всех одинаковый, если кто-то, предположим, из архитекторов, участвующих в том или ином конкурсе, мотивированно нарушает этот закон и действительно доказывает профессиональному сообществу, в котором представлены не только архитекторы, но там ещё представители властей и так далее, каких-то там членов заинтересованных групп, что в этом месте там можно, например, сделать там не 50 метров, а 100, да, но их можно сделать вот так вот элегантно и красиво, и это только улучшит ситуацию, то почему бы нет, да? Мне кажется, Москва, в общем-то, не Петербург, не Охта-центр, Москва-стерпит. Меня лично даже вот сейчас все так вроде радуются, что вот этот Лужковский проект создания, сколько там, 70 небоскрёбов было, что ли, да, 100 небоскрёбов вдоль Трефьева кольца, он сейчас рухнул, да, ушёл вместе с бывшим мэром. Меня он не сильно напрягал, потому что, ну вот я не знаю, меня Сити, как человека, наблюдающего его из окна, я живу в Крылатском, и у меня просто видно издалека мерцает Сити на расстоянии примерно там 5-6 километров. Я считаю, он прекрасен, хотя, может быть, напрямую от меня там не видно Кремля из-за этого, вот, но, мне кажется, Москва-стерпит высотные вещи. Это же ещё началось со сталинскими высотками, в принципе, они задали уже вертикаль московского городского пейзажа. Ну, вертикали появляются во всех крупных городах, уж тем более в мегаполисах. И многие города, которые, там, крупные города, там, миллионники, которые пытались искусственно противостоять этой тенденции, они всё равно рано или поздно получали в начале какой-то такой средний подшёрсток такой-то, здание высотой 25-30 этажей, там, постепенно, в общем, они приходили к мысли о том, что надо что-то завершить. Высотки – это такое неминуемое явление, к сожалению и к счастью, не знаю. Ну, в общем, такое явление, которое, в общем, в каком-то смысле является символом прогресса, но когда его используют в тех местах и делают это красиво и убедительно. Потому что весь этот вопрос не самой высотки, а как она нарисована, в какое место она поставлена, что вокруг этого сделано, там, где она стоит, там, на кого она наступает или не наступает, кого она закрывает виды, кому не закрывает, ну и так далее. Там множество всяких вопросов. По поводу Сити, я хотел сказать, что Сити, как явление, да, вот как некая такая мерцающая, светящаяся масса, она, ну, в порядке драйва, конечно, она очень, ну, как бы, стимулирует, она подбадривает, она задает какой-то городу такой тонус. Американский, я бы сказал. Ну, неважно. Она даже по третьему кольцу. Жизнь какая-то, жизнь, да, жизнь там, да, но... Когда начинаешь вникать в проблемы транспортные, когда начинаешь смотреть, насколько эти дома могут существовать друг рядом с другом, там, насколько они плотно поставлены, насколько они отличаются, и вообще вся эта масса является ли какой-то архитектурной композицией или нет, возникает множество вопросов, на которые, в общем, время даст ответ. Поэтому, конечно, как к явлению, я отношусь к этому, ну, достаточно спокойно и, ну, скажем так, позитивно, да. Вопрос, как это сделано, вызывает много вопросов. Ну, тут же еще вопрос качества строительства, да, вот вы говорили там строительные нормы, вот это, сколько ли я не говорю, со всеми архитекторами все, конечно, стонут и говорят, что качество строительства у нас чудовищно принижает и опускает любой проект. Ну, вы же поймите, Сергей, архитектура – это ответ на вызов общества, на вызов времени, там, на… Поэтому, конечно, и качество строительства, и качество принятых решений – это, в общем, примерно одно и то же, на самом деле, потому что есть запрос общества на новую архитектуру, есть запрос общества на новое качество архитектуры. Пожалуйста, вот пример недалекого прошлого, да, вот 1889 год, Эфелево башня. Запрос есть, появляется вещь. В тот же период, да, практически, 1898, по-моему, год, появляется первая Шуховская башня на Нижегородской выставке. Практически это одно и то же время, да, понимаете? Причем, а уж Московская Шуховская башня – это вообще просто прорыв, да, построенный там в 21-22 году. Да, это вообще прорыв, понимаете? Она же, по-моему, еще больше должна была быть. Там была, должна была быть, там, 350 метров. 300 метров, да. 300 или 350 метров, да, да, построили только 140. Вот. И, понимаете, вот это запрос, это запрос общества, это запрос, это вот мир, мир живет как одно целое, да. Везде строительное, везде техническое, везде нарождающийся капитализм требует новых материалов, новых решений, новых технологий, новых типологий, да, появляется ответ там, 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 там и там, и там, и в России то же самое, да. Поэтому качество строительства нынешних зданий в России – это тоже своеобразная, как бы, реакция, да, или там, как бы, результат того, что этого запроса сейчас нет. То есть он был, на самом деле, да, он 20 лет назад был. Сейчас… Нету запрета, нету запроса на качественное строительство соответствующим мировым стандартам. Ну, понимаете, я его вот последнее время перестал, к сожалению, чувствовать. То есть по отдельным проектам, по каким-то я его еще чувствую, но вот как общее пространство, как общее что-то такое вот нас всех обтекающее, я вдруг как-то почувствовал, что вот этого нет, что мы скорее занимаемся какой-то вот, я бы даже сказал, какой-то героической деятельностью. Вопреки. Встроя что-то вопреки. Ну, мы против течения, да, вопреки. Да, вот мы против течения идем. Это что, энтропия пространства русского может быть такое, что у нас, как бы, падает качество строительства? Мне кажется, что у нас, к сожалению, падает тонус жизни. Вот. И это неминуемо сказывается на нашей профессиональной деятельности. О тонусе жизни, о профессиональной деятельности архитекторов продолжим наш разговор после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня с архитектором Сергеем Скуратовым. Говорим о том, как соотносятся архитекторы время и архитекторы общества. Вот Сергей незадолго до перерыва сказал такую вещь, что архитектура – это всегда ответ на вызов времени. И вот в этом смысле, что такое для вас современная архитектура? Как понимать такое? Это то, что это все, что построено сейчас, или это какая-то особая архитектура, которая именно адекватна времени? Ведь мы же не назовем современной архитектурой то, что строят, скажем, краснокирпичные особняки, коттеджи такие вот наши классические. Это же не современная архитектура. Что тогда считать современной архитектурой? Ну, вопрос, конечно, непростой. В современной архитектуре, конечно, можно считать все то, что построено сейчас, над настоящим... Ну, это чисто формальный ответ, да. Давайте попробуем, или я попробую ответить на вопрос, что такое современная архитектура для меня. Попытаясь избежать каких-то банальностей и рассказов там про технологичность, про экологичность, про устойчивость, про современные материалы, про современные технологии. Ну, я себя считаю, в общем, на самом деле, да и многие меня считают, в общем, абсолютно таким трудоголиком. Для меня моя профессия – это не работа, это такое хобби постоянное. Я просто очень люблю это все. Ну, и я думаю, что я такой не один. Я думаю, что многие архитекторы в мире вот так вот погружаются в свою профессию с ушами, с головой и, в общем, в ней как-то живут. Я пытаюсь в каждом доме найти что-то для себя новое. Какую-то новую задачу, какой-то новый подход, какую-то новую, не знаю, там, деталь. Вот это новое, вот это вот, понимаете, можно просто шагнуть, да, а можно шагнуть и еще чуть-чуть вот немножко потянуться, да, и вот как-то вот еще чуть-чуть вперед. Вот можно поставить себе такую задачу, просто ответить на вызов места, на техническое задание, грамотно, красиво нарисовать. Но мне хочется еще что-то принести в проект, вот свое личное. Понятно, что это происходит все равно, да, потому что ты когда все рисуешь, думаешь, размышляешь о материалах, о пластике фасада, о каких-то об образе, ты всегда все равно себя вносишь. Но вот хочется что-то, чтобы отличало этот проект вот от всех других проектов. Какая-то немножко еще, вот может быть иногда провокация, какая-то может быть еще деталь, которая немножко выводит этот проект за рамки той типологии или за рамки той задачи, которая перед тобой стоит. Ну, вот вы назвали несколько все-таки, не совсем уже вынося это за скобки, очень интересных вещей. Вот это вот функциональность, использование материалов, чтобы понять какие-то основные принципы, на которых сегодня основана архитектура, и в том числе, которыми, видимо, вы руководствуетесь в том же доме на Мосфильмовской. Вот что в этом направлении, что здесь можно сказать? Ну, я бы сейчас не хотел говорить про дом на Мосфильмовской, я бы хотел, например, вспомнить, давайте я расскажу просто о другом проекте, который я очень люблю и который, видим, никогда не будет реализован, к сожалению. Я хочу рассказать о проекте реконструкции Вышнего Волочка, который мы делали в свое время для проекта на Венецианской Биеннале. Это целого города? Да, да, целого города, да. Значит, нас собрал на этот проект Сережа Чобан, там был я, Володя Плоткин, Женя Герасимов, Никита Евейн. И сам Сережа тоже вместе с Сергеем Кузнецовым сделали там один из проектов. Мне достался самый центр города, и мне надо было сделать реконструкцию центральных пространств города. И я поехал в город, ну, мы все вместе поехали там с Володей Плоткиным, посмотрели эту всю площадку, и я полностью поменял задание. Мне захотелось как-то подарить людям этого города совершенно другое, что-то другое, чего они никогда не ждали и никогда бы не дождались. У них там в центре есть два заброшенных острова, на которых нет ничего. Попасть на эти острова достаточно сложно. Вся структура Вышнего Волочка, вы себе нахорошо представляете? Город же он сейчас эпический в России, что там случилось транспортный коллапс, там же, к сих пор, как пустили Сапсаны, как мне объяснили, грузовой трафик не может ходить по железной дороге, он вечно перешел на Е-95. И, собственно, там пробка на 6-7 часов на проезд Вышнего Волочка. Но это было раньше, это был 2010 год. И я предложил проект реновации и строительства на этих двух островах такого культурно-общественного центра, который является как бы пластическим продолжением рельефа, он как бы вытекает из рельефа. С другой стороны, он собирает весь городской масштаб, все городские какие-то приемы исторические, и переносит их в плоскость современной архитектуры. Он связывает между собой все разрозненные три центральных части города, которые абсолютно разрозненные. И в этом месте возникает новый культурный форум. Причем с очень дозированным количеством современной архитектуры. Ведь в городе, в котором сто лет ничего не строилось, строить сразу Бильбао музей невозможно, поэтому там должна быть какая-то очень скромная, очень спокойная и в то же время какая-то очень своя архитектура. Вот способность или, во всяком случае, чувствительность архитектора к месту, с уважением к месту, к его традициям, к его ненакормленности, недолюбленности, недосвязуемости вот, мне кажется, является задачей современного архитектора. Я этот проект люблю больше всех, потому что мне кажется, что мне там удалось, вот, во всяком случае, я почувствовал какую-то отдачу. Знаете, это невозможно. Я же не разговаривал ни с жителями, ни с... Я вдруг почувствовал какую-то вот такую внутреннюю, такую благодарность. Я не знаю даже, от кого идущую. Очень многие просто там... Мои там друзья и коллеги говорили, что проект очень красивый. И мне бы не стыдно было бы его реализовать сейчас или через 10 лет. Вот он абсолютно не устареет. Через 20 лет то же самое. Там можно поменять какие-то детали. Но вот это абсолютно термин... Вот он абсолютно отвечает термину современной архитектуры. Он гуманен. Вот здесь очень, да, важное слово. Вы нащупали гуманность. Некая соразмерность человеку. Соразмерность возможностям, способностям человека это, во-первых, построить, дальше переварить, принять. Потому что ведь здесь же нужен вопрос еще такой справедливости. Если люди живут рядом в совершенно раздолбанных, разваливающихся домах, строить в центре какой-то дворец, ну просто цинично, да. Поэтому сначала надо восстановить какие-то связи, построить в городе инфраструктуру, постепенно там переселить часть людей в какие-то нормальные дома, дать им какие-то условия для жизни. Параллельно, чтобы им там не было скучно, да, надо создать какие-то центры притяжения, рабочие места, промышленность и так далее. Какую-то там базу образовательную. Но это все надо делать одновременно. Нельзя строить там какие-то очень красивые дома вокруг, ну как бы не делая ничего. Но это уже вопрос не архитектора, это вопрос уже власти, это вопрос распределения денег, потому что, например, один девелопер не в состоянии это все решить, да, потому что здесь должно быть много девелоперов, здесь должны быть какие-то очень льготные условия, какие-то вещи делать, очень многие вещи, во всяком случае, всю транспортную структуру, там, социальную инфраструктуру должен взять на себя город, там, страна, область и так далее. Ну да, здесь вообще, конечно, Вышний Волочок, вот, трагический практически сейчас случай, потому что эта дорога убивает этот город. Я, скажем, могу представить, каким бы мог быть прекрасным этот милейший провинциальный город. Мы в свое время на телевизионной программе делали как раз Москва и провинции, вот мы, Вышний Волочок, у нас ездила бригада, и мы снимали там с библиотекарями, говорили с местными жителями, там, в общем-то, очень там же этот канал Цнинский, там вот это водохранилище, то, что Вы говорите, эти острова пустые, там и старая архитектура сохранилась. Понимаете, посередине трассы Москва-Петербург, если трассу проложить рядом и туда сделать съезд, там такую туристскую инфраструктуру можно сделать. Вот. И что, что Сапсаны там останавливаются? Да это же вообще туристические азии, центральная Россия можно сделать. А сейчас это город убитый, там по всем переулкам там это самое фуры шарашат, чтобы объехать эту пробку, они там только что дворами не проезжают. Это, конечно... Но этот город убивает, к сожалению, не только эти все истории, этот город убивает и, например, строительство новой Москвы. Каким образом? Ну, проблема централизации. Ну, да. Это, да, когда вся Россия стремится переехать в Москву и Московскую область, это значит, что все остальные места, ну, там, не города-миллионники, а все остальные обречены на смерть. И в этом смысле, конечно, архитекторы ничего не могут сделать. Видите, это вопрос, который не в их компетенции. Ну, это уже, да, это уже вопрос планирования в рамках всей страны, вот этой гиперцентрализации Москвы. С другой стороны, посмотрите, все-таки эта гиперцентрализация Москвы, она все-таки... Ну, так, мы не можем, конечно, за скобки вынести всю Россию, но с точки зрения московской архитектуры она создает все-таки такую достаточно уникальную ситуацию, когда много делается иконических каких-то проектов, как когда-то те же самые Сталинские высотки, как сейчас те же самые небоскребы. Москва, может быть, больше насыщается архитектурным смыслом, чем другие города. Мне кажется, что нынешней Москве, во всяком случае, в той ее экономической парадигме, в котором она видится сильно мира сего, она не нуждается ни в каких архитектурных доминантах, ни в каких архитектурных шедеврах, она нуждается просто в достаточно большом количестве спальных и рабочих мест и способностью как бы к перемещению, к насыщению, к перемещению, потому что Москва, вот той ее парадигме, которая сейчас существует, это город для зарабатывания денег и для того, чтобы эти деньги приносили доход государству, то есть в виде прибыли, налогов и так дали. Ну да, или большое ответвление нефтяной трубы и, собственно, большая врезка в трубу и в госбюджет. Опять вышли за рамки нашей пенсиональной деятельности. Ну, архитектура, она неизбежна, она так или иначе, куда ни плюнь, утыкается в политику, в пространство, во время. Это такая вещь, понимаете, это даже там не живопись. Вот, это неизбежный разговор. А смотрите, Сергей, вот мы заговорили о спальных районах. Вот сейчас популярна очень тема этих городских гетто после Бирюлёва. Как Вы считаете, можно и можно ли вообще архитектурно преобразить вот эти вот районы, спальные районы? Все же Бирюлёва, Марьино, Капу... Ну, в Марьино, кстати, много хорошего, по-моему, сделано в последнее время, я видел там парки вдоль Москвы и так далее. Вот, скажем, Бирюлёва восточная, Капутня, какие-то промзоны, которые там выводятся, вокруг текстильщиков, там Грай Вороново есть, вот этот весь Юго-Восток в Москву. Есть ли какое-то архитектурное решение для них? Ну, если мы говорим о урбанистических способах лечения этих проблем, то все эти способы растягиваются там на 10, 15, 20, иногда даже на 30 лет. Это все очень долго. Дороги, хорды, связи, вывод промзоны и так далее. Это все очень долго. Вот я могу сказать, просто на примере своих садовых кварталов, это всего 13 гектаров. Это в Хамовниках. В Хамовниках, да, да, да. Но это уже длится 8 лет. 8 лет. И вот мы только-только сейчас, в следующем году, сдаем первую очередь. А еще вторая, третья, четвертая. Можете себе представить, сколько лет будут, допустим, заниматься там территории ЗИЛа или, допустим, серпом и молотом, на который вот сейчас вот объявили международный конкурс. И территория там восточного, западного Бирюлева, территория, которая тоже требует колоссальных усилий. И понятно, что никакими косметическими мерами неблагополучный восток Москвы, да, который, в общем, является, ну, некомфортным или неинтересным для девелоперов, да, превратить в какую-то привлекательную территорию, там, допустим, как запад Москвы, да, очень сложно. Это вопрос очень временной такой, там, это вопрос десятилетий. Но это вопрос не только, конечно, архитектурный, это вопрос, конечно, в первую очередь, там, политический, потому что должна поменяться какая-то внутренняя политика страны. Вопрос доступности жилья, ну, вы понимаете, вопрос доступности жилья, это вопрос технологий, это вопрос строительного рынка, но это вопрос, опять же, вопрос внешней, внутренней, такой экономической политики, потому что если уменьшить налоги на ввоз, да, уменьшить пошлины, то, конечно, это все станет значительно дешевле, потому что громадное количество строительных материалов, которые применяются, у нас здесь ровно в два раза дороже, чем они стоят в Европе. Вот. А местные замены им качественной нет? Ну, если эту ситуацию хоть как-то можно оправдать, предположим, там, условно говоря, там, с продуктами, там, сельскохозяйственными, где понятно, что, как бы, наши страны Средней Азии в этом смысле себе, как бы, рынок захватили, то со строительными материалами, ну, практически нет никакой конкуренции. Потому что все равно выгоднее по-прежнему возить все европейские материалы, чем производить здесь у нас. Потому что... Накрутки на торговле? Ну, там... Таможня? Много всего. В этом процессе, конечно, очень мощная такая коррупционная составляющая, которая, к сожалению, не только в строительстве, но и во многих других областях. Но в данном случае она вот как раз и совершенно выхолощивает наш какой-то российский рынок. Хотя очень много на уровне вот таких частных производителей, там, очень хороших, там, мастерских, фирм, которые делают там и мебель, и какие-то строительные материалы, они все равно как-то существуют в каких-то... Они просто в небольших масштабах существуют. Но вот эти громадные индустриальные комплексы, там, строительные, конечно, они в основном... На импортных. В основном, да. Хотя, если речь идет совсем об эконом-классе, да, то они, конечно, перешли на наш. Вот. Но наш еще, к сожалению, вот он не обладает необходимым количеством комплектующих, деталей, там, для решения тех или иных каких-то условно уже эстетических задач. Возвращаясь все-таки к вопросу о современной, об основных принципах современной архитектуры. Насколько она может быть экологична, зеленая архитектура? Ну, это, скорее, вопрос такой... Этический, нравственный, потому что думать о... Ну, как бы, о том, что все в этом мире не вечно, и ресурсы в этом мире не вечно, нужно всегда, да? Поэтому нужно просто приучаться к тому, что надо делать архитектура, которая в каком-то смысле будет учитывать вот этот фактор, фактор там... Ну, сейчас он называется фактор устойчивости, да? Да. Состояние... Устойчивого развития. Устойчивого развития, да. Это говорит о том, что... Ну, там есть множество всяких вещей, о них тоже почти все знают, но в России пока гром не грянул, понимаете? У нас, пока мы все сидим на нефтяной и газовой трубе, для России это пока не актуально. Для Европы, да, это очень актуально, потому что они все хотят слисть с этой трубы, или с иглы. И для них это очень актуально, для них это очень серьезно. Но, это проблема, скорее, такого технологического плана, инженерного плана. Она требует очень высокой квалификации не только проектирования, но и строительства. Пока это еще очень дорогое удовольствие, потому что это пока самое начало. Пока все эти технологии, они вот на старте очень дорогие. То есть, чтобы построить такое здание, нужно потратить много денег. Но потом, при его эксплуатации, будут, конечно, большие плюсы, потому что это здание в эксплуатации будет там гораздо дешевле. В разы. Но у нас так в России, к сожалению, никто не считает, потому что люди строят как бы не для себя. То есть, они говорят о том, что они вроде строят для клиента, на самом деле, они в первую очередь, конечно, в основном считают свою прибыль. И это, скорее, такая немножко демагогическая история. А это именно российская история? Нет, она не только российская. Но просто во всем мире уже сообщество догадалось, как с этим бороться, с жадностью девелопера. Потому что, когда я читаю строчки о том, что девелопер лучше знает, что он как отец родной или как мать родная вообще думает о клиенте, а архитектор не думает о клиенте, да, он думает только о своих амбициях, а архитектор говорит, что я-то думаю о своих амбициях, а вы все время думаете о своем кошельке. Ну да, да. И здесь хочется на самом деле все-таки все время ему там напомнить историю, там, допустим, про питание. Вот недавно в разговоре какая-то тема вдруг возникла, что в собственной семье ты можешь поесть очень хорошо, да. И, в общем, там, твоя мать, жена, там, да, тебе не приготовят плохой еды. Ну, то есть она постарается купить где-то там хорошего мяса, продукта. А когда ты пойдешь в общепит, какой-нибудь фастфуд, если ты не отравишься, то живот у тебя точно будет болеть, да. Ну, вот то же самое с девелоперским продуктом. Понимаете? Ну, ни при каких обстоятельствах поверить в то, что они вот так вот честно, честно купят мясо там за 200 рублей хорошее, там, проверенное, придут там на хорошем масле все с лучком, там, с чесночком все сделают. Ну, ни при каких обстоятельствах я не могу. Ну, просто если не будет архитектора, который будет стоять на страже, на страже качества. Как вот стоит, допустим, Санпин, там, еще что-то, какие-то проверки, законы и так далее, да. Ну, вы можете представить какой-нибудь французский хороший ресторан, в котором вы отравитесь? Или какой-нибудь французский фастфуд? Ну, нет, да? Ну, да. А у нас, пожалуйста, идите вон на Казанский вокзал, поешьте и дальше засекайте время. Я ничего не хочу сказать. Казанский, Роскласский, неважно. Безотносительный. Ну, так что, кто же та последняя инстанция, которая стоит на защите интересов клиента? Да, самого. Это все-таки архитектор должен быть? В моем случае архитектор, да, конечно. В нашем случае архитектор. Это архитектор, который готов отстаивать интересы покупателя, интересы клиента, так же, как декларирует подрядчик. Но при этом, возвращаясь к началу нашего разговора, уже в его завершении, не следовать в прямом смысле вкусу заказчика. Потому что людям, может быть, нужно, чтобы построили, так сказать, побогаче. Ну, то, что вот мы говорили, что есть, как бы, вкусы такие народные, а архитектор, он должен быть, как бы, на шаг впереди. А что такое вкус заказчика? Вы имеете в виду вкус человека, который покупает квартиру в большом доме? Да, да. Или вкус человека, который заказывает себе, скажем, частную виллу? Нет, ну, скажем, когда мы говорим о больших проектах вот таких вот, в большом доме. Мы говорим о больших проектах, то, мне кажется, вкус этого, то есть стиль этого здания должен задавать архитектор, а не заказчик. Потому что, ну, заказчик просто вкладывает деньги. Заказчик – мотор, да? Мотор. Но мотор без машины и без водителя не поедет никуда, правда? Вот он сам не может ехать, ему колеса, но не важно. Ну, понятно. Но мне кажется, что в этой ситуации стиль здания должен задавать архитектор, сообразуясь множеством всяких причин. Конечно, вкус заказчика, который считает, что там он лучше знает вкус заказчика, это тоже демагогическое рассуждение. Потому что, ну, не купят те люди, которые любят там дома с башенками, да, с колоннами, с ольвами, купят другие, которые любят там современную архитектуру. И слава богу, их очень много. Во всяком случае, я могу сказать, что все те тысячи квадратных метров, десятки тысяч квадратных метров, которые построил я и мои коллеги за эти годы, да, они все востребованы, все куплены. И там нет никакой, там, условно говоря, той самой лыжковской архитектуры. Ну, да. Ну, в любом случае, я еще раз возвращаюсь к вашему дому на Мосфильмовской, который получил пятое место в прошлом году среди десяти лучших башен мира. Среди трехсот. Трехсот. А, ну, десять лучших выделено среди трехсот. Ну, да. Трехсот, триста лучших зданий мира были номинированы на эту премию. Понятно. Из них, значит, в общем, это пятое место. Ну, что ж, спасибо за этот рассказ. Архитектор и общество, архитектор и народ, архитектор и власть. Сергей Скуратов был нам сегодня в гостях. Это программа «Археология». Доброй ночи и удачи. Доброй ночи и удачи.